С первыми весенними днями в Приморье проснулись клещи. В этом году бодрствовать красосущие начали раньше на две недели по сравнению с прошлым годом. Первые укусы были зафиксированы 14 марта. Всего с начала сезона в лабораторию за медпомощью обратились 49 человек, из них 15 детей. При анализе присасывания клещей наиболее такими эпизначимыми местами являются территории пригород Владивостока, Надеждинский район, это в основном дачные массивы, Хасанский район. Больше обращений от жителей поступает в мае и июне, когда начинается дачный сезон, период сбора дикоросов, выезды в лес на шашлыки. Если клещ присосался к телу, его следует немедленно удалить. Лучше обратиться в больницу. Нет возможности оперативно добраться до медорганизации, извлекаем клеща самостоятельно. Клеща, удерживая пинцетом, либо пальцами, обернутыми чистой марлей, держать строго периментикулярное место присасывания, повернуть вокруг оси и его извлечь. В дальнейшем то место присасывания продезинфицировать, можно обработать спиртом, йодом. Удаленного клеща необходимо, конечно, сдать в лабораторию на исследование, на клещевые инфекции. При обнаружении в клеще возбудителя клещевого манцефалита необходимо провести экстренную профилактику, а это можно проводить и противоклещевым моноглобулином. Вопрос о проведении этой экстренной профилактики, он решается первые три дня. Но лучше к встрече с этими опасными паразитами подготовиться заранее. Самой надежной защитой, по мнению врачей, является прививка. По информации Роспотребнадзора от клещевого инфекции, уже привились более 13 тысяч человек. Однако клещи представляют угрозу не только для людей, но и для животных, так как переносят такие заболевания, как бабизиоз, анаплазмоз, эрлихиоз. Ветеринары рекомендуют перед прогулками или выездами в лес проводить обработку питомцев. Очень часто владельцы могут пропустить укус клеща, поэтому всех собак без исключения нужно подвергать обработке. На сегодняшний день существует огромное количество препаратов. Это препараты с отпугивающим действием, а также те, которые убивают насекомое. Сейчас большую популярность набирают таблетки, эффекты которых накапливаются в жировой клетчатке. Рассказала корреспонденту Влад Ньюс ветеринарный врач Алифтина Кушпетюк. Ветеринар отметила, что таблетки не отпугивают насекомых, но после укуса собаки оно погибает в течение 4-12 часов. При этом животное не заражается, патоген не успевает со слюной попасть в кровь. Тем временем городские службы в ближайшее время начнут обработку общественных территорий. Впрочем, даже если средства распылят от паразитов, нет стопроцентной гарантии, что они исчезнут. Алина Черненко, Станислав Лазебный, Новости на Восьмом.